В понедельник депутаты Госдумы принялись обсуждать инициативу снять алкоголь с полок магазинов и убрать торговлю зелёным змеем с глаз долой, куда-нибудь в отдельные помещения. В этой идее просматривается очередной подход к снаряду под названием «Трезвый образ жизни в России». Идея в отечестве не новая, но и есть опыт на не чуждых нам просторах. Почти справилась с проблемой, например, Финляндия, страна, что до 1918 года была частью Российской империи. В первые годы независимости финны ввели сухой закон, но потом отменили. Цифры за моей спиной, финская шпаргалка. Они напоминают забывчивым, когда сухой закон в Финляндии реально перестал существовать. Итак, 5 апреля, за апрель четвёрка, 1932 года, в 10 утра открылась сеть магазинов «Алко». Это финская госмонополия на торговлю алкоголем. О том, что сейчас. Наш корреспондент Николай Васильев. В столице Финляндии 14.00. Рабочий день в разгаре на улице Пурга, а Майклу просто хорошо. Он только что опустошил пол-литровую бутылку национального 40-градусного напитка. Так-то да, днём на улице пить вообще-то ненормально, но погода испортилась. Вот я и пью. Смотрю, конечно, нет ли полицейских рядом. Штраф за распитие спиртного на улице в Финляндии от 500 до 1100 евро, в зависимости от зарплаты. Но Майкл безработный. С таких штрафы не берут. О финнах веками говорят, что мы пьём очень много, и что настоящий финский парень с пятницы по воскресенье всегда пьян. Лет 10-15 назад так и было. Но проблемы с алкоголем стали самой распространённой причиной смерти среди мужчин. Картина стала меняться. 50 лет назад 60% выпиваемого в Финлянде алкоголя приходилось на водку. Сейчас доля крепких напитков около 25%. И ещё 50% это пиво и около 20% вино. Государство целенаправленно пытается приучить финнов пить именно вино. Но у нас не получается, как у французов или итальянцев. Мы, северяне, и не пьём вино за обедом или ужином. Всё, что крепче 5 градусов, можно купить лишь в специальных магазинах. Такой порядок с апреля 1932 года. Ну вот он, этот магазин алкогольной продукции. Да, конечно, далековато от основного супермаркета, но не сказать, что в совсем уже заброшенном месте. Вот рядом автоматы по приёму сортированного мусора. Очень распространённое явление Финляндии. И здесь же, тоже мимо не пройдёшь, туалеты. Такое вот почётное соседство. В Финляндии на 5 миллионов жителей 350 алкогольных магазинов. Пятница, вечер, Хельсинки. Самый крупный алкошоп страны. Народ прибывает иногда семьями. Вот мама и дочь выбирают Глинтвейн. В стране Суоми наиболее высокие в Европе акцизы на спиртное. Иногда 100% от себестоимости. Самая дешёвая водка в результате стоит 10,5 евро. По нынешнему курсу более 600 рублей за пол-литра. Русская – более полутора тысяч рублей за бутылку. Пенсионер Тоби жалуется – дорого, но покупает. У меня пенсия – 900 евро. Нужно выкроить как-то на квартплату, на еду. Всё, что остаётся, трачу на алкоголь. В конце месяца обычно в холодильнике ничего, кроме света. Хоть ногтями с вами питайся, но выпить всегда есть. Я могу купить пиво в магазине и выпить дома. Но я хожу в бары. Мы все ходим в бары. У нас много баров. Бары работают до двух часов ночи. Это закон. Хотя уже к 11-ти о стойком нордическом характере разгорячённых финских парней мало что напоминает. Меня зовут Йозеф! Меня зовут Йозеф! Мой, мой! Да с индюки, да башуль нахуй! Полицейские не вмешиваются. С 1970-го само по себе нахождение на улице в пьяном виде нарушением закона в Финляндии не считается. Никаких претензий к пьяным людям полицейские сейчас не имеют. Но как представители государства мы обязаны охранять здоровье любого. Если человек не может позаботиться о себе сам, например, в состоянии опьянения, не может самостоятельно передвигаться. Его отвозят в безопасное место, где он может обогреться и прийти в норму. Безопасное место – полицейский участок. Сюда привозят и мужчин, и женщин, и тех, кого нужно защитить, и тех, от кого нужно защитить окружающих. Внутри только кровати. Услуги за счёт государства. Если сюда неоднократно попадает человек, у которого есть водительское удостоверение, его могут отнять, даже если был пьяным, не за рулём. Управлять машиной на веселе лучше и не пытаться. Это преступление. Прав лишают автоматически, плюс минимальный штраф в виде зарплаты за 6 месяцев, либо вообще тюрьма до двух лет. В полиции Финляндии рапортуют – пьянство за рулём стремится к нулю. Уличная преступность сокращается каждый год на 10%. И признают – патрулям помогают суровые законы и высокие цены на спиртное. В начале 2000-х, когда Финляндия вступила в Европейский Союз и цены на алкоголь были освобождены, мы наблюдали всплеск преступности. После 2007 года, когда государство вернуло высокие налоги, удалось криминогенную обстановку выровнять. Много сил приходится тратить, чтобы сократить нелегальный ввоз алкоголя из-за границы. Это сейчас самое распространённое правонарушение. Суббота, полдень, российский выборг. Первый супермаркет, если ехать со стороны Финляндии. И хотя объём алкогольного туризма с конца 90-х заметно сократился, финнов всё равно много. Зачем едут, понятно, без перевода. Максимум, что пропускает финская таможня – литр крепкого на человека. И всё равно к полудню этот супермаркет принял пять автобусов с гостями из приграничных районов Финляндии. Из Эстонии, конечно, можно больше привезти и без визы. Но нам неудобно. Сначала нужно в Хельсинки ехать, потом на пароме до Таллина, а там уже и ночевать нужно, за гостиницу платить, на следующий день обратно добираться. В России удобнее. Меньше часа на автобусе, а цены даже ниже, чем в Эстонии. К 45 годам каждый десятый житель Финляндии считается зависимым. Государство даже пенсию платит алкоголикам. Алкоголики редко получают дотации именно в связи со своей зависимостью. Обычно у них развиваются другие болезни. Они имеют право на пенсию по состоянию здоровья. Размер пособия алкоголику 7 евро в день для Финляндии очень мало. Если нет других доходов, приходится попрошайничать или уповать на милость благотворительных организаций. Они раздают бесплатную еду. Хлеб, фрукты, сладости, даже колбаса бывает. Большие магазины жертвуют продукты, у которых срок годности истекает на следующий день. Иногда мне бывает стыдно и очень не хотелось бы сюда идти, но другого варианта нет. В Финляндии очень терпимое отношение к алкоголикам. Но уже в этом году 3000 человек умерли из-за проблем, связанных с чрезмерным употреблением спиртного. У нас мало кто осуждает пьющих людей, как это бывает в Италии или Франции. В России хотя бы над этим смеются. Но в Финляндии и это не принято. Нужно быть толерантными. При всей неоднозначности финского опыта, международные эксперты признают его успешным. В рейтинге Всемирной организации здравоохранения Россия среди самых пьющих стран. Четвертое место с почти 16 литрами алкоголя в год на одного жителя старше 15 лет. У финнов 24 место и 12,5 литров. Не намного, но меньше. Впрочем, и бороться с когда-то общей национальной бедой наши бывшие соотечественники начали гораздо раньше. Николай Васильев, Алексей Сосырин, Александр Федоров, Наталья Малгина. Вести недели. Лапинранта, Хельсинки, Выборг.